Всего несколько дней отделяет нас от самого главного праздника страны – встречи Нового года, за которым такие долгожданные каникулы не только для детей, но и для взрослых. Мы заранее планируем свой отдых, обсуждаем новогоднее меню, развлечения, чтобы празднество оказалось незабываемым. Ведь, как известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. И это прекрасный способ взорвать обыденность. А под запах еловых шишек, игристого шампанского, новогодний стол превращается в фееричное пиршество. Которое изобилует различными явствами. Ведь хочется попробовать все. На новогодний стол буду готовить салат оливье, селедка под шубой, мясо по-царски. Я готовлю обычно мало, небольшими порциями съедается все первого числа. Но обязательно сельдь под шубой, то есть это уже традиционный наш новогодний салат. Ну а также, я думаю, что-нибудь из свежих овощей, может быть, добавление фруктов, что-то экзотическое. Но мы стараемся готовить на два дня, на тридцать первое и на первое. Салатов сделаем немного, обязательно с свеклы, оливье, но без мяса, без колбасы. И греческий хотелось бы. А кушать, я думаю, будем дней пять. Сбивая режим, мы порой не задумываемся, какая нагрузка ляжет на весь организм. Ведь встречаем Новый год в 12 ночи. А это то время, когда наши биологические часы настроены на отдых. Как подготовить себя и восстановиться после волшебной ночи, которую встретим со всей широтой истосковавшейся по праздникам души. Перед тем, как мы все-таки сядем встречать Новый год, желательно немного перекусить. Я бы, конечно, хотела бы, чтобы в наших блюдах на столе, учитывая, что это все-таки год овцы, да, было очень много травы и клетчатки. Поэтому обязательно салаты со свежими овощами, они должны быть обязательно. Обязательно. Плюс, естественно, любые рыбные и мясные продукты, продукты, которые мы можем приготовить в собственном соку с добавлением просто овощей, которые не будут содержать много жиров. Вместе со взрослыми и малыши не хотят упустить возможности посидеть ночью с родителями за столом. Но зачастую желудок ребенка не справляется с такой продуктовой корзиной. Да и нарушение сна также не влияет положительно на эмоциональную составляющую. Случаи появления различных отравлений отдельными продуктами, как колбасы, мандарины или всеми любимый майонез при этом нередки. А эмоциональная возбудимость ребенка порой выдерживает на прочность терпения родителей. Мы поинтересовались, что приготовят для своих чад заботливые родители. Салаты, мандарины и морс. Да, он любит заливное сладкое. Я бы взрослым посоветовала не забывать, что в семье есть ребенок в первую очередь. И если мы предполагаем, что ребенок задержится в новогоднюю ночь значительно дольше, чем обычный режим его предполагает, все-таки дать ему возможность 31-го дневного сна. Конечно, подумать о том, что будет есть ребенок. Если это маленький ребенок, пусть у него будут какие-то отдельно приготовленные блюда, те, которые можно ему есть и по возрасту, и по термической обработке, которые обезопасят его от нежелательной кишечной инфекции в новогодний праздник. Ни одно торжество не проходит без традиционного шампанского или спиртных напитков. Мало того, что это калорийный продукт. К тому же, его чрезмерное употребление в новогоднюю ночь снижает бдительность, и человек перестает контролировать себя и свои действия. Да и самочувствие на следующий день неважное. А какие напитки популярны на новогоднем столе сахалинцев? Шампанское обязательно. Ну, какое-нибудь хорошее белое вино. Ну, только исключительно шампанское, чуть-чуть. Только шампанское, наверное. За все время, так скажем, праздничных дней, когда у нас большая часть людей в стране не работает, потому что в выходные дни люди начинают злоупотреблять алкоголем, что может привести к тяжелым последствиям в плане здоровья, раз, и причинение вреда здоровью не только себе, но и окружающим. Это касается людей, которые будут управлять, допустим, автотранспортом, например, или работать в сфере вредных и опасных условий труда, то же самое. Поэтому здесь рекомендую, как специалист, не только, чтобы люди более-менее осознанно принимали, если употребляли алкоголь, то в разумных дозах, без явлений, так скажем, злоупотребления. Вспомните, что есть лыжи, катки, бассейны. Прогуляйтесь по улицам украшенного города, сходите в кино. И тогда начало наступающего года не омрачиться заболеваниями желудка, печени, нервными потрясениями и ослаблением иммунитета. Подробнее о том, как провести каникулы без вреда для здоровья, мы расскажем в утреннем эфире 31 декабря.